В эфире программа «Закон и порядок». Здравствуйте! Мы рассказываем о работе правоохранителей нашей области. В пятницу 13-й и прошедшие выходные в Витебской области отметились многочисленными авариями и пожарами. Погибли 5 человек, еще 7 получили травмы различной степени тяжести, в их числе двухлетняя девочка, которая пострадала на пожаре в Ворше. В двух случаях Следственный комитет возбудил уголовные дела за нарушение правил дорожного движения, которые привели к смерти людей. Подробности в нашем первом видеоматериале. Трагическое происшествие в прошедшие выходные всколыхнуло Оршу. В день матери в огне погибла 21-летняя женщина, молодая мама. Ее двухлетнюю дочку и отца вынесли из задымленной квартиры спасателя. Пострадавшие находятся в реанимации с ожогами, отравлениями, продуктами горения. Причиной пожара могла стать неосторожность при курении. Статистику пострадавших в ДТП за три дня пополнили 4 погибших и столько же пострадавших. На дорогах области произошло 8 аварий. Большинство из них с участием пешеходов. В связи с изменением погодных условий и тем, что темное время суток наступает раньше, Госавтоинспекция убедительно просит пеших участников дорожного движения обозначать себя световозвращающими элементами. Независимо от того, передвигаетесь вы по городу, либо где-то в сельской местности. В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями, с участием пешеходов, Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения данной категории участников дорожного движения на нерегулируемых пешеходных, а также регулируемых. Уголовное дело по факту аварии возбуждено в Полоцком районе. Автомобиль кустарной сборки без номерных знаков наехал на мотоблок. 51-летний водитель мини-трактора погиб на месте. Следователям еще предстоит выяснить, кто был за рулем легковушки и кому принадлежит самодельный автомобиль. Сейчас на причастность к этому происшествию проверяют 17-летнего жителя деревни Воробьи Полоцкого района. Когда следователи осматривали место происшествия, то они зафиксировали следовую картину, изъяли автомобиль, ВАЗ, который будет в дальнейшем тщательно проверен экспертами. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза и устанавливаются обстоятельства произошедшей аварии. Субботним утром в Докшинском районе на трассе Минск-Витебск легковая «Хонда» вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с фурой. 29-летний минчанин, пассажир легковушки, погиб на месте аварии. В отношении водителей возбуждено уголовное дело. Госавтоинспекция еще раз призывает и водителей, и пешеходов быть особо внимательными на дороге и учитывать погодные условия. Продолжаем нашу программу. Священнослужитель одного из храмов Ленинградской области России, которого подозревают в организации занятий проституцией, опознала его 19-летняя сообщница. Таким образом, следователи узнали еще об одном эпизоде деятельности вербовщика. Напомним, 39-летний житель Ленинградской области после предварительной договоренности через интернет хотел вывезти в Россию двух женщин 20- и 30-летнего возраста. Всех задержали в Витебске в районе автовокзала при посадке в автобус, который отправлялся в Санкт-Петербург. Произошло это в начале августа, а в ходе следствия выяснилось, что этот случай не единственный в позацерковной карьере российского священника. Таким же образом, с помощью своей 19-летней подельницы он намеревался вывезти в Петербург девушек из Гомеля. Получив согласие 25-летней и 29-летней женщин на занятие проституцией за денежное вознаграждение в Санкт-Петербурге, по указанию подозреваемого гражданка Республики Таджикистан в феврале месяце прибыла в Гомель, где провела вербовочные беседы с женщинами. Она приобрела билеты на поезд Гомель-Санкт-Петербург, однако была задержана сотрудниками органов внутренних дел при посадке на железнодорожном вокзале города Гомеля. Судом железнодорожного района города Гомеля 19-летняя женщина приговорена к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Находясь в местах лишения свободы, женщина увидела сюжет на канале национального телевидения о задержании в августе в городе Витебске мужчины, который пытался вывезти девушек в Санкт-Петербург для занятия проституцией. В задержанном мужчине она опознала мужчину, который отправил ее в Гомель с целью привезти двух девушек в Санкт-Петербург. Расследование уголовного дела завершено. С момента задержания житель Ленинградской области находится под стражей. Обвинение ему предъявлено сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Точку в этом деле поставит суд. Молодого человека, который оскорбил судью в соцсетях, оштрафовали на 6900 рублей. Такое решение вынес Витебский областной суд. Заседание проходило в закрытом режиме. Напомним, 30-летний мужчина разместил в одной из соцсетей в открытой группе, посвященной Витебску, текстовые комментарии в отношении судей Первомайского района. Пост был доступен для просмотра всем интернет-пользователям. Лингвистическая экспертиза признала текст оскорбительным. Суд решил, что мужчина действовал намеренно и хотел публично оскорбить судью. Статьей 110 Конституции Республики Беларусь закреплено независимость судей. Также необходимо отметить, что на суде возложена ответственность по вынесению ответственных решений, которые, в свою очередь, требуют, конечно же, и уважительного отношения и к суде, и к всей судебной системе. Есть примеры, когда такие оскорбительные высказывания были где-то в зале судебного заседания, можно сказать, где-то в канцелярии суда, там тоже в отношении судьи. Но чтобы вот именно теперь в глобальной сети интернет такие высказывания, это первый раз такое. В суде мужчина частично признал свою вину. Настаивал, что действовал не намеренно, а на эмоциях. Ранее он был знаком с судьей. Она дважды рассматривала в отношении его административные дела. И, как считает обвиняемый, выносила довольно строгие вердикты. На этот раз мужчину признали виновным в оскорблении судьи в связи с осуществлением правосудия. Прокуратура Витебска в целом довольна состоянием большинства проверенных школ и детских садиков областного центра. Таковы результаты совместного рейда ведомства с представителями МЧС и санстанции. Ревизорская группа проверила состояние комнат отдыха, пожарных выходов, игровых площадок, санитарное состояние, блоков питания. Но кое-где выявлены и значительные недостатки. Например, в детском садике номер один областного центра. Территория, окружающая детский сад, нас крайне не устроила, поскольку в большей степени нарушено было асфальтовое покрытие, изношены полы в беседках, протекали крыши в беседках. Игровое оборудование, которое располагалось на территории детского сада, было изношено. Очень отрицательное впечатление составил пищеблог, поскольку поварам не соблюдались даже элементарные требования при приготовлении пищи. Что касается игровых комнат, то в принципе они были неплохо оборудованы. Как показывает практика, а такие рейды у прокуроров стали традиционными. Чаще всего фиксируются факты нарушения пожарной безопасности. По результатам рейдов руководители учреждения будут привлечены к административной ответственности. Кто-то расходует, а кто-то платит. Комитет государственного контроля по Вицовской области выявил многочисленные нарушения в работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства Полоцка и Верхнедвинского района. Несколько месяцев специалисты ведомства пристально следили за работой коммунальщиков региона. Выяснилось, что деньги часто не просто вылетают в трубу, а и растворяются в коррупционных схемах. Подробности в нашем следующем видеоматериале. Коррупционные схемы при закупке сырья на коммунальных предприятиях области госконтроль выявляет регулярно. В Полоцке ответственные лица, которые могли покупать топливо в местном лесхозе по выгодной цене, заключали договоры с частными предприятиями. Перерасход бюджетных средств за два года – 467 тысяч рублей. Все это происходило на фоне сокращения численности, жесткого режима экономии. При этом заработная плата работников не повышалась. Но за эти средства можно было всем работникам предприятия повысить заработную плату на 50%. Кроме того, пострадали интересы еще одного субъекта хозяйствования – Полоцкого лесхоза, который планировал поставку щепы на предприятие ЖКХ и не выполнил свои объемы производства. По тройной цепочке посредников полоцкие коммунальщики покупали материалы для ремонта жилфонда. Предприятию нанесен ущерб в 140 тысяч рублей. А на строительстве одного из объектов использовали некачественную плитку по двойной цене. В результате стоимость завышена на 57 тысяч. По результатам возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении руководителя предприятия и начальника отдела маркетинга и продаж его гражданской жены. Не лучшим образом обстоят дела и Верхнедвинский. Местные коммунальщики неэффективно обеспечивали котельные топливом. Последние два года здесь намеренно занижали объемы выработки тепла, чтобы скрыть проблему свыше нормативных трат. В результате предприятию нанесен ущерб в 170 тысяч рублей. Прячем и выработку тепла, энергии, понимаете. Только потом показатели выполняем на бумаге, да. Только потом куда эту древесину взевать, дроварить. Ну куда же взевать? Ну надо же списать куда-то, да. Такая вот фикция на бумаге. Мне интересно, вы в курсе этих схем, я надеюсь, не участвовали в их разработках? Ну, по результатам акта проверки, конечно, в курсе. Потери тепла, перерасход топлива, нерациональная работа котлов и фиктивные накладные. Бумага стерпит все, контролеры не стали. Теперь в Верхнедвинском коммунальном хозяйстве новый директор, который уже принимает меры по исправлению положения. Тепловые счетчики, которые находятся непосредственно на котельных, они поверенные, опломбированные. Уже сегодня идет реконструкция, ну, бани непосредственно, отказ от большой котельной, которая неэффективна, а КПД довольно-таки низкая, и ставятся небольшие малые бытовые котлы в этой бане, для того, чтобы исключить практически все потери. Понятно, Сергей Николаевич, маленькие шажки, они приводят к шумарному результату. Председатель комитета госконтроля Витебской области Вадим Зрянкин уверен, что случаи коррупции и фальсификации документов в жилищно-коммунальном хозяйстве сегодня скорее правило, нежели исключение. Не допускать и своевременно выявлять нарушения должны местные органы власти. Руководитель контролирующего ведомства также отметил, что на предприятиях Полоцка и Верхнедвинского района необходимо в ближайшее время разработать серьезные действенные меры по исправлению ситуации. Порядка полусотни представителей МЧС собрал республиканский конкурс «Лучший водитель подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси». Соревнования проходили в Витебске два дня. Посражаться за победу участникам приходилось как в одиночку, так и в составе команд. Необходимо было продемонстрировать свое мастерство в управлении пожарной машиной, а также знание правил дорожного движения. Сложно было все, потому что трасса сделана очень тяжело, и поменялось много чего, до этого было попроще. Могут вызвать в любое время дня и ночи, непонятно куда, непонятно зачем, едешь не знаешь, что там случается. По дороге уже можешь только узнать, что и как, с чем работать. А также за людей отвечаешь, за всех. Если я приеду поздно, то что же там делать? От действий наших работников, в частности водителей, зависит самое главное. Доставка личного состава к месту, ликвидация чрезвычайных ситуаций, подача в ВИС-ЧЕС, ну и в целом без техники ничего не будет. Это одна из самых главных составляющих водителей. Такие соревнования проходят уже в четвертый раз, но Витебск предоставил для них свою площадку впервые. На сегодняшний день в республике таких водителей и профессионалов насчитывается порядка полутысячи человек. На этом, уважаемые телезрители, наша программа завершена. Я, ведущий Вадим Лопатинский и творческая бригада, говорим вам всего доброго. До встречи через неделю. Смотрите «Законный порядок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова